Предупреждение политических амбиций Сегодня политика превратилась для многих людей в сферу бизнеса и достижения личной выгоды. Она уже давно утратила миссию служения людям. Политики преследуют цель заполучить, а затем сохранить высокие посты любой ценой и как можно дольше в своих руках и подниматься еще выше по служебной лестнице. Люди, думающие подобным образом, могут прибегнуть ради достижения своих целей к любого рода обману и бесчестью. Речь уже не идет о служении своему народу. Они не стесняются приступить через все законы человечности. В странах, где у власти находятся диктаторские режимы, ситуация еще более ужасающая. Народ влачит существование в полной нищете, борясь с голодом, бедностью, эпидемиями. А правители страны живут внеописуемой роскоши. К примеру, умерший в 1997 году заевский диктатор Мабуту. Мабуту каждый месяц заказывал себе паэтмахера личным самолетом из Франции, тогда как народ пребывал в неприродной войне в полном смысле из-за куска хлеба. Мабуту приватизировал все природные запасы ценных металлов и алмазов в стране, но не замечал при этом своего народа, вылочившего существование в голоде и нищете. Диктаторы, подобные Мабуту, явные примеры того, как слепнет совесть человека, не знающего веры и не испытывающего боязни перед Богом. Аллах так описывает образы этих людей в Коране. Когда же они отвращаются от Тебя и обретают власть, то поспешают творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестие. Главная причина всех этих искажений и извращенных политических режимов отсутствие веры и богобоязни. Люди, не испытывая страха перед Господом, не знают ни справедливости, ни милосердия, ни совести. Они делают вид, что не боятся и не верят в день Господнего суда, а потому могут совершить любое бесчестие и безнравственный поступок. Именно поэтому решение всех человеческих и нравственных проблем на земле возможно только через воплощение в жизнь божественных повелений Коран.